я вообще позабавился что при подготовке опять же между красной нить идет это критики юрий дудя вот и это подвяжу короче тогда ладно не хотелось бы критиковать юрий александрович не хотелось бы критиковать знаменитого журналиста во первых он взял популярный пост из жж задав тебе этот вопрос я понимаю мне так часто это и говорю во вторых ему бы в карту посмотреть внимательно по поводу невада что озеро тахо река колорадо залив лас-вегас на самом деле когда я писала в тот период я реально не знала про побережье но я понимала что невада там вообще ничего нет но мне казалось что там все есть там есть обязательно побережье вот какой небольшой и очень крутой в принципе понимаешь то есть по сути своей там я думаю что будет обязательно где-то там море большому ну там целый озеро есть хватит ну река то есть очень странно как он в карту смотрю вопрос к нему это же частый вопрос как может быть побережье невада если у меня это вообще очень часто спрашивают но у чехова побережье реки же есть да но тут видишь как это почему вы называетесь мураками это же стабильно меня даже есть стихотворение на эту тему посвященную что вообще стабильного мне интересно другое почему обычно рок-музыканты разрушают стены или борются со стенами ты же наоборот хочешь построить стену ну в тот период времени во первых надо наверно когда мы писали это песня мы писали когда мы ехали в волгоград и очень много талантливых людей меня окружал мы сели в автобус было за окном в районе двадцати восьми-тридцати градусов естественно без кондишен это вот это все мы на этом огромном автобусе весь он забит молодыми талантливыми перспективным и рванули в волгоград ехали больше суток жара автобус те на расслабоне и вот мы значит от нечего дела садимся с нашим гитаристом на полу все рота взоры там все вот мы начинаем с ним писать что мы отъезжали от нулевого километра в казань и для нас той студенческой жизни в которой мы находились очень важно было и всегда очень важно что все друг за друга горой и вот это вот ощущение что мы построим китайскую стену вне зависимости где бы мы ни находились будет это волгоград будет это казань москва где угодно в любом городе ощущение спокойствия стойкости вот этого верного плеча что с тобой рядом тот кто тебе всегда поможет поддержку это ощущение стена она аллегорична я просто из тех листового поколения то вырос где стена остается стеной и тут ну как бы тут много что повлияло игру очень повлияло сильно это для многих непонятно почему там два банана или там ну вот эти вопросы многочисленных кто такая принцесса диана и даже говорили это наверное вы про арбенину еще мне только мне не говорили это было ну то есть какую-то параллель придумали вот очень известно на самом деле каждая строчка особенно во втором куплете потому что второй куплет мы написали возвращаясь из волгограда и волгограде было и дождливая танго и когда мы бегали и искали у нас был парень который любил два банана просто он всегда брал с собой их и это мне осталось как но я решила что это пусть останется в песне для того чтобы я об этом не забыла или там был знаешь ну вот и принцесса диана девушку вообще-то не звали мне татьяна не понравилось звучит меня образовала ее диана татьяна диана вроде похоже и гультика взгляд как у принцессы все эти ребята живут по республике патарстан в разных местах и они у меня остались некоторые знают что именно они являются частью но не было километра ты связываешься еще с этим своим вот этим героем который вот об этом всем поет нет каждый раз это все по-своему вообще люди не понимают иногда чем я пою потому что я им рассказываю вообще свою историю которая не связана с песни на часто тема в в интервью что автору произведения как только ты его выпустила но уже тебе не принадлежит ну да тоже могу согласиться но то есть у каждого есть своя история если буду каждому рассказывать про вот ну про нулевой километр зачем я буду рушить его историю это же его жизнь это его нулевой километр может у него ассоциируется вообще с какой-то своей жизнью зачем мне нужно но ты хотел бы ну ассоциируется с другой песни уже ну смотри вот тебе вот на твой взгляд я ассоциируюсь с этой песни нет вот у каждого в действительности сейчас за время которое мы прожили с группу мураками уже там более 15 лет слава богу есть уже прямо поколение кто воспитан там например на проурале да и мы есть люди которые прямо считают что вот это наша основная песня сам этому есть те кто считает у бреда или там нулевой километр а есть те которые сейчас только познакомились группу мураками и для них это песня ночь например или песню там среди акум как ни странно или вообще 52 герца есть огромный пласт людей которые узнали группу мураками благодаря песни 52 герц а у меня начинается интервью вообще все все интервью мое начнется другого вопроса поэтому теперь вопрос как и всем которые задаются всем кто сюда приходит как для тебя началась музыка 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 началась когда мне пели в колыбельный это точно я помню себя мне было года три когда я в городе часовой это где урал у нас было большое фортепиано коричневого цвета старенькая и я подходила туда и тыкала пальчиками и моя бабушка мне говорила давай представим что сейчас зима а вот сейчас осень а вот сейчас лето и вот я играла и и помню вот это вот ощущение клавиш под моими пальцами помню как дедушка включал диктофон на кассетный на гритофоне и он записывал у меня как я читаю белая перёза и мне бабушка как музыкальный 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 и я думаю что и потом я выучила если кошка ходит пусть если заяц не боюсь вот эта запись она очень долго была у нас в кассетном варианте мы ее естественно потеряли как большинство вот эта музыка которая была у меня благодаря моей бабушке царство небесное которая была музыкально работала в детском саду ну вот это первое наверное столкновение вот прям что первое дальше это отсутствие слуха и фраза диляра ты лучше послушай пусть карина поет нет и так они говорили часто потому что это было ужасное детстве я пела в детском саду и первый мой выход на сцену на большую сцену достаточно д.к. какой-то у нас там есть я выходил с песни год за годом растут большие города привет большого бадона по папа раром мне было пять лет поэтому мой бадону я думаю что это какой-то город я даю привет мы выходили в очень смешных нарядах и все очень смеялись а мне очень было важно чтобы все смеются и все хорошо вот уже чтоб серьезно выйти этого 13 лет когда я первый раз вышла на сцену уже осознанном возрасте и спела песню рэй чарльза джорджи это было на конкурсе созвездие я четко помню что я была звездой но мне подарили кружку но я знал что я была круче всех я эту кружку поставила в центр скалозине и не пить я приду туда возьму первое место может гран-при и тогда я ее разобью это было эмоционально очень важный момент и в 13 ты написал первую песню наверно вот это вот с этого все началось не очень было важно я сначала написала первые два романса для бабушки то что единственный слушатель был это на мыши никто не выдерживал первый свой романс я написала когда я пошла к зубному очень грустная история я очень сильно боялась зубных врачей такая психологическая травма с детства и я шла и написала о том что я помню осень золотую как будто было все вчера и тогда это прям очень грустно бабушка боже какая прекрасная песня какая-то молодец давай туда-сюда и я вторая была про любую потом было в носке я считаю что на мой взгляд самый ну как бы с чего началось творчество моё это песня носки грязно а как вот ребенок находит вот службу же тоже где-то находится почти говорят сначала что у тебя нет слуха он же как-то находится у меня было только благодаря тем людям которые меня поверили но то есть это бабушка которую вынуждена меня было слушать потому что она вся как и там пальцем вообще я в кровь избивал мне до сих пор шрамы остались на руках потому что я неправильно брала гитару и до сих пор ее беру неверно ну то есть я же это по моите дело запоминала запоминала а так как в нашей семье и папа у меня играл и мама чуть-чуть играла плюс нас воспитывали мы жили в общаге всю свою осознанную жизнь я там прожила и вообще не на свящемся многие играли я думаю как же надо же быть в центр внимания как-то же забрать меня же не взяли в хореографическое училище я из меня балерина ты не выйдет и вот в этот момент пришлось мне с выпущенными глазами пытаться как-то научиться играть на гитаре фортепиано было очень сложно я пришла в школьный хор меня не взяли туда брали всех но не менее даже мальчика брали мне было очень обидно дико я ревела прям вообще на меня взяли в народный хор ансамбль где все пили по одной ноте и потом я пришла уже чуть постарше как раз марина людвиговна гейст это тот человек который вынужден бы у меня взять она верила прям вот то есть я приходила на игры давай мы с тобой начнем разрабатывать гармонический слух гармонический слух и вот я в джазовом ансамбле пыталась научиться она не старалась чтобы я пела мелодию она учила меня слушать что поет другой и я вот на этой страшной мысли то есть я ребенок которому там 13 который половина нот никогда не попадал вдруг пытаясь услышать чего поет сосед что она не поет почему она поет другую мелодию мне нужно вот когда ты научишься слышать его или ее да ну того кто рядом она ты услышишь что поешь ты внутри себя и вот это было очень для меня знаково и она мне действительно помогла и я начала петь в джазовом ансамбле девочку который нет слуха я делать вам потом папу 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 потому что ноту держать я могла но главное мне покажите какую вот с этого все началось это и младший ребенок не средний у тебя больше всех надо за внимание бороться но там наш как получилось у меня первых мама с папой в разводе ну как бы с детства достаточно и у папы стран тоже было двойцы мы тоже их все любили нас все дружат на 6 человек семьи все друг с другом у меня очень яркая моя старшая сестра и в казани она скажем так среди тусовки было всегда ну одно из таких и мне всегда говорили а ты сестренка карины да я была с этим вот пониманием того что я сестренка карина то которая поет а который в той школе то который везде а это я и мне пришлось просто завоевывать это внимание и потом карину уже брать в группу тишина в группу не в группы у нее не был потенцией на группу у нее было желание петь всегда всю жизнь она всегда пела и она пела селиндион райкерри у них юз на даже песни где там всякие фаршлаги она всегда пела на английском языке а я плохо пою на английском я пою согласные звуки наш чем разница между русскими песнями английскими вот есть люди которые классно поют на английском очень плохо поют на русском не замечала ты стоишь ты поешь я поешь но это такое уж не делать этого вот но в общем фишка те люди которые поют на английском языке они поют гласные звуки но так получилось потому что в английском языке гораздо меньше твердых согласно а русские они поют согласно и поэтому у нас все на рэ тэ бэ фэ х щас я вот тот кто поет согласный интересно потому что давний дискурс на какой языке легче петь на английском или на русском какой язык более спевучий это все относительно твоего ну твоей физики то есть что заложено самое главное научиться петь вот если ты можешь петь то все хорошо я могу согласиться русский язык один из сложных по звучанию мне интересно мне сказали сначала сказать что это стоп тема потом я увидел другие интервью ты говоришь про это про зачем ребенок идет на всякие конкурсы телевизионные стоп тем нет ну как бы я если мне что-то будет некомфортно я всегда скажу у тебя есть опция да скипнуть вопрос мы дальше пойдем просто мне интересно почему как они вообще появляются эти стоп темы потому что одно время за это не искал стоп тема я читаю прессу я с разговариваю они чаще всего сами придумывают я сгорю с людьми которые делали у тебя с тобой интервью не скажешь типа ты не очень любишь говорить ерунда легко почему говорим про фабрику звезд про вот эти все конкурсы ой конечно ты что фабрика звезд это пошло когда мне во первых я поехала первый мой кастинг серьезно это когда я приехал на кастинг рома и джульетта мы приехали вместе синий цар с небесным сенечка он тогда он очень красиво пел он был артистом тюза и он почти прошел на роль ромео и я так радовалась я прихожу значит на отборочные туры там вот ранее сидел еще кто-то там сидели ребятки всякие важные я пою значит мне девочка там 17 лет я начинаю петь и мне говорит они причем знаешь что очень серьезность как можно 17-летнему ребенку говорить такие вещи которые серьезно воспринимать знаете из всех ролей которые у нас здесь есть мюзикле мы можем предложить вам только роль отца я серьезно смотрю на роль отца я смотрю на себя думаю я же как-то совсем не подхожу под тело а это была шутка ну значит буду роль отца играть я же серьезно воспринимаю все готовы на любые приключения мне кажется даже пол чуть ли не сменить лишь бы только быть там и все я тогда очень сильно переживала но как бы ушла и мы поехали как раз и не по лету уже участие на фабрике звезд очень много сложно было про пройти эти кастинги все но я прямо знала что я там буду я прямо у меня дома висел большой плакат и сама его нарисовала что я буду в этой черной кепке у меня будет зеленый шарф я буду проходить кастинг на фабрику звезд 3 так и был один в один я стояла в этом зеленом шарфике все было тоже 17 лет там за несколько дней до заезда меня просто убирает это была истерика не то слово то есть я прям думаю жизнь закончена вообще мне очень сильно нестабильная психика как была тогда так и сейчас не могу сказать что я очень уравновешенная стараюсь типа делами часто тот момент это было прямо для меня знаешь такой конец жизни и смерти паука или вытащил меня тогда я помню 5 я прочитал пятую гору и че там я не помню или алхимик алхимика по моему поэтому прочитала и ну я не верила что меня не берут вот прям не верил я вернулась домой а все знали что меня уже взяли у меня уже в татарстане взяли интервью что я там 100 что я там туда-сюда мой голос на гимне до сих пор я его слышу потому что там я фабрика на все это было все прям максимально слава богу никто не помнит о том как я уходила с этого проекта это было ужасно потому что я 12 часов ночи там на телекомпании там на станкину на всех собрали сказали уходите я любую я умею некрасиво уходить на следующую фабрику 4 я приезжаю опять но в это же время параллельно идет народный артист и я понимаю что я буду то есть я я у меня интуиция очень часто ведет и я понимаю что я в этом проекте я не задержусь я буду следующий ну еще и попал на на этот большую стирку где я спела вы про грязные носки после этого часто я говорю в интервью что там меня не смогли простирнуть потому что у меня слишком грязные носки и это тоже письмаешь это тоже когда мне вдруг это все там там же фишка в том чтобы импровизировано было и чтобы это типа вы чего-нибудь споете я всегда слова вот как народный артист и пошла пожалуйста это прямо большими буквами был написан написан лайма не любит когда поют ее песни и у меня в голове лайма не любит когда поют и песенами не я выхожу петь там солдаты я спела потом я значит когда мне потому что типа популярные спите такое не любит петель и когда поет и пись но если лайма не против понимаешь это у меня вот всегда противоположно все до ха 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 все начинают сжать и я изъяла ему песни лайма вайку ли знает только одно слово капулька больше ничего мне еще потом вагапулька что меня побуждало меня побуждало ну чувство неуверенности комплексной полноценности я абсолютно мне очень было важно что меня признают в том кругу где всегда пела карина в том кругу где для рок музыкант не считался артистом а таких есть особенно среди попсовиков они некоторые до сих пор считают что я вообще петь не умею но мне без разницы но это едино мне было важно что какой-то там дяденька скажет что да она молодец и если посмотреть то как я потом дерзко себя веду на народном артисте отвечаю хлестка блин я не знаю сейчас я если мне кто так ответил из 18-летних я бы надавала ей потом я живу не для к жидком сказала извините я живу для публики кажется понравился его извините я живу для публики или жюри блин вообще охренелу знаешь вот эти моменты которые оставались у меня я знаю что я в этом отношении дерзкая не было важно двигаться вперед я понимала что я не хочу оставаться в казани и я хочу писать песни я хочу чтобы они звучали мне нужна была группа а так как много уже групп за моей спиной у меня была группа тишина группа мифы я понимал что все распадается мне нужно было хороший сложный коллектив из мужиков в которых не будет отношения любовь морковь это было очень важная позиция и все и я на народном артисте там когда я была восьмой мне написали ребята ну то есть восьмой человек уходит типа дилер ты хочешь играть в группе солнце экран это как оба крыши и все сразу с проекта выше я знал что меня там ждут и там уже была моя задача я мечтала чтобы не был коллектив вот тебе коллектив все дальше пошло поехал а что сложнее было завоевывать казани или москву а я не завоевала москву казань я для меня казани завоевал казань ее невозможно этот брал этот но все брали а по сути то в казани мне было очень важно когда признание дали мне заслуженного артиста вот это было знаешь я была первым рокером которому дали мне нет музыкального образования у меня я не нахожусь при каком-то там театре да там ну что мне было важно это услышать для мамы которые работают там более 30 лет в оперном театре еще у нас очень есть улица вагапова казани это никого им родственниками имеет никакого отношения а это артист известный артист был до певец и для меня было очень круто что я тоже свой род вагапова отождествила и нашим часто мне стали спрашивает ваш родственник нет у меня тоже прекрасно был дедушка но нет вот это вот юность юношеский максимализм он до сих пор внутри меня несмотря на то что за моим там спиной более 35 лет уже и я понимаю что только он меня толкает на новые подвиги новые достижения новые идеи которые мне в очередной раз появляется и всех смотрят на мои бешеные глаза как ну ладно пойдем вот это вот мне просто интересно потому что я почему спросил про завоевание я так понял раньше по моему то есть занималась тем и этим и другим ну то есть в каждом интервью тебя всплывает так я рисовал я в карауке пила я фотографировал я журналистом я вот то делал и это и ты такой типа думаешь блин ну кому женщина хватит зачем так разбрасываться ты не спросил чем я сейчас я вот боюсь это вопрос потому что тогда придется еще добавить в копилочку зачем зачем так разбрасывать это же типа поиски такие себя или что это было вот именно в юность не про сейчас ты осталась до сих пор мне очень нравится и в тот момент когда я переключаюсь у меня чувство вины что я не делаю все для того чтобы двигаться вперед именно по тому направлению которое выбрала в основе то есть у меня есть основа сейчас я это делю у меня по крайней мере есть дети понимаешь что это основа которые как бы мои наследники мои наследие это мураками то что уже 18 лет со мной рядом и то что я вкладываю не факт что в один день я не проснусь скажу так хватит уже нужно что-то другое но я понимаю что пока это для меня прямое предназначение свою я так ощущаю я продолжаю заниматься режиссурой также беру интервью как и ты сейчас очень интересных людей абсолютно других это такое частное мероприятие больше и там люди вообще не имеют представление что я пою я для них режиссер вот эта девочка с забранными волосами бегающих черной одежды так вот здесь свет вот здесь это это вот тоже и мне нравится что я в разных образах там я мама здесь это здесь я все здесь я еще какая-нибудь и мне нравится когда я переключаюсь и вдруг я понимаю что очень много времени уделила там например режиссуре да это много фильма последнее время сняла так мне нужно быстренько написать альбом сели написали чего еще дальше а здесь я мало времени детям уделяю надо поехать отдыхать но где тогда ты берешь энергии потому что если угольки раскидывать так я из этого черпаем то есть я вот но например мы с тобой сейчас поговорим беседы наверное для кого-то это такой энерго так сильно забирает энергию погрузиться в себя для меня это о круто новый какой-то виточек надо его разобрать и поэтому нужно абсолютно противоположное действие сделать например пойти погулять в москве в музей какой-то или я в этом в этом моя сила и на мой взгляд наверное даже тело моего рода какие-то называю мне мама очень энергетически сильно сильно наполненный человек она прямо у нее столько энергии все когда видят маму она все понятно ну как бы уж она спинка дверь открывать у нее столько энергии на всю семью нож хватает но там спорт во главе но я к этому приду я как бы пронизает вопрос а то что вот ну татар есть такое вот это понтоваться а мы вот это можем и вот это вот это есть в тебе конечно это то что я живу в казани а казани это вы третья столица россия так считаю и мы все считаем мы очень любим побеждать нам очень нравится ну скажем так всем заявлять о себе ну то есть я прямо четко понимаю что это у меня пришло за счет того что мы ну как бы вот я в казани я несу ответственность я начинаю свой отчет от казани и нередко встречается в песни группа мураками город казань еще там есть парочку есть вот город который вот так нашли города побратимы ну вот я когда мне спрашивали что тебе не хватает казани всегда горю море и солнце это прям вот то что мне единственное чего мне не хватает когда меня спрашивают если бы ты куда-то переехала на там сочи понятное дело потому что нет даже дядя мой живет и сочи это город в которыми достаточно долгое время было в детстве я бы не хотела уехать пока что в какую-то другую страну потому что мне нравится путешествовать я получаю от этого кайф но вот жить мне нравится приезжать и чувствовать свои корни мне нравится в дома мне очень нравится ощущение дома я очень радуюсь когда ко мне бежит собака дети орут как бешеный боже мне сразу слезы я такая счастлива я понимаю что счастливы меня в этот момент нет никого я очень мечтала построить дом где будут ну вот это вот знаешь я называю это поместье я все мечтал большое но когда-нибудь может и это произойдет ну чтоб как скарлетт ахара сидеть и землю ковырять у меня есть три две грядки еще третий там я вот сижу ковыряю морковку ращу до октября мы ее едим пока снег уже не попадает и вот это наша сила дети земля это матриархат куфе нет почему матриархат ну судя по тому что я заметил я чуть-чуть понаблюдал я не знаю как ты в отношениях поэтому не буду сейчас туда лезть но я к тому что типа ты любишь контролировать многие вещи я на самом деле вообще терпеть не могу контроля и не люблю контролировать и не люблю когда меня контролируют но так получается что только благодаря этому я я понимаю что здесь мой косяк и когда ты знаешь что это слабая твоя черта ну как бы я всегда когда я нахожу что-то над чем не нужно поработать я всегда это буду делать если я всегда боялась высоты я приму адски боялась то в этом году я прыгнула с парашюта для людей которые боятся высоты не могут понимать все все время прыгают с джампинг готовящего откуда-нибудь и сейчас реально и мне гораздо спокойнее я вообще легко поднимаюсь там на 10 этаж смотрю вниз вообще нету это много этих моментов я там боялась какого-то абьюзы боялась еще какие-то момента вот этого для себя все я уже прям нормалётик ну то есть ты бываешь слабой и такой сейчас конечно вообще слабый вообще я слабая девочка я всегда это говорю мальчику своему я девочку но почему вы не хотите этого понять я так хочу быть легкой такой это мужчина тебе может это диляров вот пыль иди вот тебе тряпка иди протри вот пыль и ты такая да хорошо скорее ты убери тряпку убери не надо стирать больше это никому не надо сейчас сейчас надо сесть и посмотреть кино или сейчас надо сесть около камина и порадоваться и диляру все называют это мой синдром белки то есть я белка вот это знаешь вот бега вот я так я вот потому что чувство вины что я не до мать но там не дать что-то умеет а постоянно как я это говорила это с детства что я не до я в этом синдроме иногда прямо ухожу в него и ну нахожусь такой типа ну ладно я такая я должна доказать всем что я хорошая мама что я хорошая там женщина дома все готовлю а это же вообще татарской семье у нас должно быть очень много блюд и все это выбрасывается потому что мало кто ест ну и смотри дальше вот эта вот странность но я работаю над этим опять таки я сейчас даже даже в данный период времени даже сегодня с утра я проснулся я работаю внутри над этим я подруга есть я просто воспользуюсь тем что ты перекрашивалась несколько раз и я спрашиваю типа вот и когда блондинкой была ты у тебя был такой что типа тупила иногда иногда звучало с радостью я вообще принципе я я до сих пор даже когда я подхожу вы знаете я блондинка просто я крашусь вы мне объясните я самое главное для себя я приняла то что я очень многого не понимаю раньше это было для меня прямо знаешь некой паникой что люди между собой что-то обсуждать я вот прям а у меня ушла мысль за счет чего я и пишу наверное песни что я вот я поймала какое-то не знаю там на стене какой-нибудь фигню я не задумалась уже это так похоже на грустного пиру а грусти тут на стене а люди общаются между собой и со мной разговаривают а у меня мысль здесь я даже смотрю на тебя например а мысль вот тут перо это я думаю кто-то же его нарисовал а почему и я не успеваю замыслю потому что невозможно вот так фокусировка внимания только ну как бы может либо там либо здесь и поэтому я не успеваю ну то есть я прям не успеваю и мне приходит извините пожалуйста вы не могли бы еще раз повторить и тогда я пытаюсь типа диляра на паузу потом подумаешь эта фраза для меня является на типа пауза то есть я для себя это произнесла даже больше и человек не вынужден повторять а что касается там математика ли это вообще потому что я начинала думать то есть говорят же это геометрия это там типа как литература там распознаете цифру и все у меня начиналось а почему 11 а почему она так выглядит и вот это ужасно было понимаешь то есть я понимаю что для ребенка с такими мыслями и я это же вижу своей дочери сейчас я прям понимаю что она очень схожа со мной еще я от нее требую если я сама не могу сфокусировать внимание вот в этом потому что но у меня рассеянное она очень широко но я принимаю себя такой блондинка так блондинка хочешь брюнетка хочешь рыжая хочешь лысая мне без разницы главное как я себя сейчас ощущаю и сейчас я не связываю себя с волосами хотя позавчера подумал когда мураками создавалась на старте даже на старте тоже с тобой там было да но на я ее взяла по причине того что я понимала смотри я прихожу в коллектив там четыре пять мужиков у меня было они все друг за друга они понимают что я одна опа опа нет 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 мне бы сестру который мне может хотя бы вовремя сказать тебя все получается даже если они говорят что я пишу ты молодец и тем более ей единственное я доверяла очень и до сих пор доверяю пример я могу написать песню отправить искать ну чё там по тексту где этого жану и она ну вот здесь не очень конечно и я эту рифму переделыв отличие от того что даже пацаны будут биться и кричать что блин вообще очень повод только за последний альбом в альбоме нет нет вру в альбоме под сердцем да с него наверное началось были не знаю ну хорошо пусть будет он потому что мы в этом альбоме я впервые стала слышать музыкантов и они мне начали писать а вот эта строчка ты чё хотела сказать ребят ну вот я хотела это моя я вообще не понял я так а можно эту строчку поменять потому что здесь вот опять про еду ты пишешь я такая ладно ну то есть а до этого я писала мое побережье не нравится это ну вот этот юношеский максимализм и сейчас если ты возьмешь песни последнего особенно там альбома или там они все понятны текстовой они все прямолинейные там очередь конечно если даже аллегоричный где-то появляется но там не будет такого типа два банана там будет просто там там я не знаю королева без короля но она все равно понятно по смыслу это уже строчка но это не боялась то что убирать людей из коллектива вот с таким посылом что люди перестанут говорить тебе нет и в итоге вот сколько там мужчина вот один который с тобой весь путь прошел в группе остался на раек да да это не кайф же ну то есть это по сути тирания такая минимальная с моей стороны или с его а ты знаешь кто у нас худрук коллектива не я и убираю людей тоже не я ты тоже вот опять таки очень многие думают что ты я создаю тут вся фишка в том что у нас есть двое мужчин это клавишник уек с которым 10 лет и 15 лет я сраилем в основном большая часть времени все что связано с музыкой это в его руках это он может сказать слушайте давайте проголосуем начал клавишник у нас ну че-то не тянет но как бы отношению нас говеную надо решать и я буду так который единственная который скажет нет я за прошлого понимаешь ну то есть потому что я всегда все самое лучшее да это корни давайте будем друг за друга горой мы семья а в семье все друг друга должны понимать принимать и вот это я если кто-то решает уйти очень тяжело уйти из коллектива чтобы я спокойно это приняла ну были конечно такие музыканты но у меня в основном это истерика опять депр и опять ухожу в себя что я не сделала такого я не смогла как женщина создать те условия в которые будем себя было комфортно и вот это а тур показывают насколько но новый музыкант вписывается конечно но это же как раз в это самое основное когда ты в семье ты понимаешь что каждый день ты просыпаешься с этим ты уже знаешь у кого носки нужно переодеть кому нужно сходить душ или там я не знаю кто что ел даже ты можешь уже предположить потому что ты находишься ну там восемь часов в одной автобусе ты же не так и я на бизнес-классе лечу а там меня либо зим встретит это же у многих предположение что гастроли выглядит так но блин рок-н-ролльщики они совсем по-другому живут в адскарт здравствуйте долгое время группа мураками до передвигаться но единственное когда мы стали много гастролировать мы стали много сбрасывать денег на передвижение ну то есть мы понимаем что это наша сила и поэтому мы можем давать 15-16 концертов подряд что вообще не свойство рок музыкантам потому что у рокеров через три-четыре года дня голос садится и все ну то есть если ты обратил внимание там или услу разговаривал мы с ней тоже беседная тема что она рассказывала что у нее голос терялась прям вообще жестко у меня тоже был такой момент и когда потом пришел новый директор и кеш сказал что так инакентий минеев он нам сказал что очень важно в тех условиях которые вы передвигаете что вы едите да мы будем очень много денег на это сбрасывать вы будете получать очень маленькую зарплату но поверьте это даст свои плоды они приходят сейчас на вот а поиск своего директора это важно найти конечно это как в бизнесе села не знаю это тот кто главный директор это тот кто тащит все тоже многие думают это я что же когда диски это писала и думал ой не надо обязательно там земфири муми троллю там кому-нибудь лично в руки отдать они эти диски выбрасывать кто мне сказал тогда что надо не им а тут кто справа вот этим каким-нибудь лысеньким дяденькам тетенькам который ходит в неконятном виде все делает директор менеджмент это снова бизнесе в любом соответственно здесь я просто лицо конечно я даю идею конечно я пишу песни но для того чтобы я писала песни должна себя максимально разгрузить делами и это мне директор говорит что я должна здесь быть в 12 и если я опаздываю это мой косяк и я точно также получаю хотя я пишу песни вот как бы там типа звезда там баба баба это не играет если ты не знаешь кто у руля а у нас у руля да я лицо да я пою да я говорю да я могу много что сказать но если нас хороший директор а у нас такой и у нас вообще всегда все самое лучше но это на мозг я просто хочу понять потому что ну как бы если не отважен механизм где-то ваш я слушаю конфликт был с директором это было давно ну да как раз мы разошлись с тем директором с наши сейчас нет у нас нет понятно с этой мы уже но она как директор шесть лет а до этого еще не то есть она 10 лет уже с нами работает просто первый день когда-то узнала что вашу песню зелено радио придавал этому значению так пусть будет ты че у меня была истерика я вышла из поезда у нас мой басист лёш конев я полюблю это история сказать забирает меня с поезда и а он лёшка он когда он нервничал ну такой он классный я его очень сильно люблю мой друг он мне даже записан в телефоне друг лёха у меня забирает значит поезда сейчас сейчас такую быть бежим быстрее я ничего понять не могу бегу за ним сейчас я слушай 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 и он врубает во всю мощь около вокзала прям мы сидим с ним в машине у врубает народный продюсер стилавина радиомаяк и во всю мощь и вот обратите внимание есть группа мураками ребята из казани я меня трясет что мы стилавин тут стилавин говорит что мы классные ребята да как в детстве звезды все отдыхают теперь ребятки какие там бедва чечен мы мураками вот это вот ощущение нереальности просто когда там мне начинают писать из кисловодска там из перми мы вас слушаем это было просто я это было вот один из счастливейших мгновений то есть я прямо помню как у меня счастье распирала я обнимаю лёшу у нас все получилось песня гений с нее все началось я по поводу телеконкурса чтобы закончить а флиртовой состоянии ум это вот как со всеми а зачем тогда я женщина мне кажется в этом же фишка мне кажется что если тебе я буду взрослой когда она смысле я сейчас конечно уже взрослому и старенькая бабушка я буду флиртовать совсем для многих флирт и рок-музыка они типа несопоставимы мне без разницы кто что думает я девушка и даже если мне будет 70 я буду девушкой и мне нужен обмен энергии я буду улыбаться и радоваться всем кто будет идти со мной на этот обмен это же крупный и состояние тоже замечательно почему почему нет просто жгубы городок вот это все знаешь наверно в тот момент когда я поступила учиться в российскую академию театрального искусства к борисову и все мое детство мы ждали воскресенье когда дядя миша достанет свои барабанные палочки и мы выиграем свой миллион все детство я прямо реально я помню это я покупала билеты мы с дедушкой сидели и когда вдруг я прихожу к дяде миши на просмотр я прохожу дальше он тот который решал мою я же была уверена что то он решает какие доставать бочонки из своего этого мешка я у него учусь и он меня вот так здесь не то то не то что ты делаешь диляра какие песни ты пишешь кому это надо это было столько моих внутренних прям вот ну я считаю что меня сломали в тот момент в гидисе я этому очень рада но я абсолютно ощущала тогда себя ничтожество вы что я делаю абсолютно то что никому не нужно тогда мы не звучали на радио я не попала тогда еще на новую волну я делаю музыку в городе казани с группой которые не гастролируют и периодически выезжает на какие-то фестивали берет то первое место гран-при то еще что но мы не звучали на радио но я училась в москве москва меня в буквальном смысле и побила здесь я после гитиса возвращалась и меня аж головой об железный забор сотрясение мозга все это было и работала я тут где только не работал чтобы только заработать себе на хлебушку то есть это все было прямо как только с москвой ты на ты все работает пока ты с ней на вы она издалека и вот в этот момент когда ты приходишь там я не знаю встречаешь горкалина в коридоре или там толкунова например мне поручала диплом знаешь вот ты вот этот момент душ значит это так должно быть и когда ты встречаешь стоянного и ты ему улыбаешься значит так должно быть и ты уже можно я же молодая для него могу и полуваться пошире что дал тебе опыт общение с биланом вот на всем протяжении голоса он же занимался с тобой он скажу так что мы общались с другими как конкурсантами и дима приезжал к нам после гастролей я честно говоря для себя его очень открыла как большого трудоголик он действительно очень много работает он приезжал к нам с нами разбирал придумал звонил сам переживал меня перед даже так смешно у меня я оставила свой паспорт как обычно я все теряю в икее с кошельком все оставила ушла а мне на следующий день самолет а паспорта нет и мне нужно вылетать и мы должны решить какую песню будем петь я естественно в этот день не оказываюсь в москве потому что я должна взять временную какой-то на выезд дима звонит говорит слушай мы тут поняли что вот эту песню я должна там была петь капитан арктика бумбок с вахтером тоже слетает песня и остались без нее и это было так трогательно что он сам не передал кому-то то знаешь и я приезжаю я наш он прямо такой я нашел и наши пати глаза горят сейчас будет на и дает мне пугачеву и это было действительно для меня в тот момент это то что мне было близко и было неважно уйду я с проекта в этот момент я понимала что скорее всего я уйду потому что я не универсальный артист и артист своего жанра и это тоже понимаю то есть я артист своих песен если ты мне дашь какую-то другую песню я ее переделаю под себя а в проекте голос важно не переделывать песню а важно быть голосом ну то есть иметь технику очень важно а у меня она такая себе я понимаю а для тебя вот творчество это повторение 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 или озарение творчество ну да творчество водитель вот мой самый любимый момент в творчестве это когда приходит раэль я им говорю раэль ты чего спать будешь сегодня что у тебя что-то есть и вот он после огромное количество дороги уставший после концерта приходит ну давай и вот я вижу как этот уставший мужик ничего не хотящий сначала за десять минут превращается в самого молодого самого энергичного прямо наш на моих глазах все это и у него сразу работают мозги он весь такой я сейчас точно да 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 и вот это вот ой блин я так это люблю именно процесс написания песни мне он очень сильно вот создание аранжировок сидеть на студии это вообще не очень мое зато там кайфует раэль он прям у него процессом прямо ходит и поэтому у нас и говорю есть ход рук их два почему я делю потому что иногда антон берет на себя когда песни его и он слышит как она должна звучать но творчество это вот для меня это именно этот момент когда мгновение когда я написал например я была в перу еду в поезде и я понимаю что я должна написать песню потому что очень красиво вот эта красота должна остаться точно песни иначе люди не узнают как красиво и я же думаю что они эти все картинки увидят мои понятно что нет каждый потом свои горы найдет но давай со мной в горы она должна остаться я написала раэль бур так песни есть как есть не сама надеюсь там под гитару а если я сама пишу под гитару это прям вообще мелодию потом совсем тяжело переделывать игру нет нет я и так ну все давай хорошо вот мы садили даже еще не сели но песню уже у него есть я его написано напела ее в автобусе ну ладно как чё-нибудь я тебе скажу вот я жду когда ну чё ты устала будет и так каждый раз поэтому наверно творчество это озарение наверное да хотя ежедневный тур блин когда мы выходим с группы мураками на концерт ведь вот сколько людей кто прыгнул ты будешь лишние волосы был на концерт почему да я вас узнал там два года мимо меня проходить вот проще обязательно приди на концерт почему потому что концерт он передает короче вот это вот ну то что мы действительно про любовь мы не делаем бит нам реально нравится друг с другом мы любим друг друга такими какими и мы есть жжем над тем что если кто-то лажает всегда и потом еще весь концерт друг друга над этим все понимают ну как бы вот этим невербальным общением о чем мы говорим а народ не очень понимает но они понимают что мы но как бы своей теме нам классно и у нас нет вот этого ощущения что были на заставили мы сейчас даже если это 15 концерт подряд потому что мы действительно получаем во время процесса ежедневного как ты говоришь вот этого творческого процесса мы получаем радость надеюсь не вру мне это кажется я все время себе задаю вопрос того что у меня так много внутри личности которые говорят ну блин точно говоришь честно то бывают же моменты когда ты вот устал болеешь например вообще не охота на сцену выходить или там если ты на улице ты же вообще ненавидишь всех зачем они тебя на улицу погнали но ведь когда ты выходишь на сцену я же уже в этот момент всех люблю даже если током меня бьет и дождь льет понимаешь вот это вот странность хотя до выхода на сцену я могу всем мозг проесть зачем нам это все дали потому что я переживаю до сих пор переживаю что что-то пойдет не так а где громче слова звучат в маленьких клубах или на больших стадионах по-разному это разная энергия на всю жизнь запомнил когда мы на нашествие последнего играли не на главной сцене было первый раз когда мы играли не на главный и когда я видела как муравьи сбегаются к нам на всю жизнь у меня осталось это когда видела как главная сцена перебегает на нашу 20 там к нам блин этого очень крутое чувство те кто бежал я прямо ну я с ними потом разговаривать это было такое крутошь когда-то услышь а мы первый нулевой километр начали играть или бред не помню короче вот прямо ну или когда ты в клубе и с тобой перед тобой там не знаю вот как вчера например девочка там лет 56 она все песни знает и смотришь на и губы по ее рту читаешь свой текст не забыть понимаешь это тоже очень круто ты понимаешь что вот этому ребенку сейчас крайне важно быть здесь в этот момент и чтоб я и дала 5 чтобы мы с ней спелись а худший и лучший день в мураками лучший день блин я надеюсь что лучше еще не наступил но потому что у меня есть на иначе это как я долго время мечтала что мы в олимпийском дадим концерт сольный но будет беточек там олимпийский снесли ну все можно расходиться скажем острове ну надо ли пациент тоже сказать так не переживай построить новый можно опять мечтать лучший лучшим мне каждый раз кажется что вот он самый лучший вот этот вот этот вот это не знаешь вот наверное я возьму это мгновение да пусть будет этот этот день потому что я тогда сильно ревел от счастья у нас было очень плохо все внутри коллектива у нас нечего есть потому что мы приехали после на фестивале новая волна нас всех поваляли с других работ ну имеют у ребят и я всегда чуть нахожу это мой характер я всегда найду где заработать мне говорят еще тот жук и ребята остались без зарплат ноябрь месяц или октябрь не помню точно то есть мы уже вот типа с августа сентябрь октябрь уже два месяца очень плохо живем в казани нулевой километр первое место в чартовой дюжине ноябрь декабрь и мы живем там у нас нет концерт у нас нет зарплат мы живем очень плохо мы едем в москву наш директор марат харудин тогда оплатил нам дорогу естественно мы приезжаем у нас первый концерт 16 тонн мы уверены прям вот почти на сто процентов когда не было еще билетов интернет уверен что никто не придет потому что кто вы такие чтобы назвать новая волна всего лишь а там отыграли какой-то даже 7 8 место даже не помню какой дальний лохматый я сижу в тоннах морально готовлюсь к тому что там будет 5 там 7 10 человек а марат говорит вы чё у вас все знают вы такие мы сейчас все упоразрули я как бы не верю в это потому что я понимаю и вот мы с кариной она мне естественно поддерживает и вдруг а мы в гримерке нам говорят билета больше нет некуда с типа людей сходить и у меня даже сейчас я в мурашки как нет зачем они пришли понимаешь первым мысль зачем они все пришли я так испугалась пацаны вообще позеленели то есть мы мы все без прям удар речь мы есть пауза такая и слава богу был с нами рядом это игорь волк и коле игорь очень хороший звукоречка он наставником наш был и он говорит все хорошо не переживайте все получится туда-сюда и у нас наставляет и мы выходим на сцену и они орут они народ нулевой километр прямо целиком я думаю откуда они слова знают откуда они вообще все на знаю это было потрясающе я там ревел прямо на сцене и после в гримерке и когда зарплату получили после меня это ну как бы для нас там и сколько там нам дали эти деньги на которые мы можем потом месяц жить еще хлеб есть слава богу яйца сметана купил но это было вот прямо реально и нам казалось тогда что вот мы все вот наконец-то мы этого добились что мои хождения по всяким не знаю там бурлаковым и всем остальным продюсерам нашей прекрасной рок-эстрады закончились и мы добились своему а худший день блин не каждый вот сейчас скажу ему такая знаешь какая-то не очень честно потому что все эти грустные моменты которые были в моей жизни они дали мне такой огромный опыт что я не могу назвать худшими по причине того что я двигалась дальше прошлом декабре нет прошлом декабре до или два года уже назад все я запуталась я я не выдержала и сказала раэлю что мы больше не будем с ним работать потому что это мне не подходит мне очень большая проблема у меня и я трудность такая внутри меня я не ощущаю границы и я не замечаю когда человек их нарушает и я терплю до последнего пока их не нарушили максимально и все я ему сказал и все так больше не будет а это для меня очень значимо потому что для меня раэль это тот человек на котором все строится там уроками я раэль антон я даже тогда решила что наверное и коллектива не будет ну что поделаешь но я больше так не хочу и тогда я выбрала себя прямо искренне по настоящему выбрала себя и свое комфортное состояние с тех пор раэль не пьет и это было очень круто ну то есть с тех пор но не могу сказать что он понял тогда что это серьезный момент и что его жизнь может очень сильно подшатнуться наверное сейчас он может сказать что уже благодарен мне за тот опыт но он все равно таит обиду что я так себя повела после этого группа мураками очень значительно стала двигаться вперед но вот если говорить о том моменте какой для меня очень болезненный наверное вот принятие решение что я не хочу двигаться строили например или когда принятие решения что больше мы не должны двигаться там с директором это очень было болезненно меня каждый раз потери какого-то музыканта или менеджера это вообще всегда очень серьезно а правда что ну когда говорят что типа вот после родов все проблемы которые после этого тебя появляться в жизнь справимся ну да да ну как у меня было кризисом эмоциональный когда я сидела дома и я чувствовала что вообще жестью будем делать потому что до этого это мы написали альбом моя бред стал звучать на радио мы опять сидим дома не зарабатываем деньги то есть когда так необходимо когда столько долгов что ты понимала каждое новое альбом у группы мураками это в минус там лям иногда и больше это как бы это среднячок такой и каждый раз мы объезжаем по городам для того чтобы хотя бы эту лямочку закрыть ну это это прямо средний я тебе такое сказал больше на самом деле и каждый раз когда я рожала я первый раз я думал что я точно буду дома потому что мне очень сложно было мне говорили что вообще много по здоровью то моментом и я решила что нет ребенок со мной туда-сюда я никуда не выезжаю особо только на нашествии но со вторым в три месяца мы уже в мурманске были мы уже ходили по музеям а далее был тур и такое ого-го на volkswagen по всем и казахстан мы зацепили не только то есть он был большой наш тур ничего выдержал сын но я подумала то что сын не дочь он уже должен привыкать что жизнь такая что он должен нести ответственность уже с этого возраста знаешь когда я там ребенка читал четыре месяца чем стекает тут мне на кровать ты понимаешь на мне бывает такое когда сказал что девочка филиция не может дойти до перми чтобы убрать мусор куда самая дальняя точка надо ходила но у нас есть вот лес у нас хватает его там убирать будь здорово да где она была на гибралтаре были но надо даже подальше есть ну то есть она вообще мы очень много путешествий я люблю путешествовать я не сижу месяц дома если месяц дома все уже начинает на 3 но я не знаю там за последние там полгода я была в африке в перу в одессе вот буквально как это вот для как я уже говорю матриарха вдруг осознать что вот маленький вот этот комочек вот это полено который я просто таксист резко когда они принесли у него родился ребенок вот это знакомься вот мне интересно как это понять что ты вот ты главный автору ты перестаешь бы вам потому что вот этот маленький комочек определяет весь твой быт но я лежала на полу ревела как не знаю кто по ночам прям вот белугой вот знаешь вот как вот вот самый страшный во сне что может быть и выходил да у боже какая счастлива вот здесь биполярка такая внутренняя была у меня мне так кажется потому что я абсолютно была неадекватно здесь я искренне была счастлива что у меня есть вот эти маленькие ручки я прямо очень люблю дочь очень люблю сына мне кажется так не знает как как я люблю они мне вот меня спрашивают что они чего чего тебя научили они научили меня любить по-настоящему абсолютно безусловно и я выходила как только она засыпала я бы их приходила в зеркало смотрелась на иду это очень неделяра магапова кто эта женщина с седыми корнями с выпущенными глазами абсолютно худая ну то есть прям вообще я ложилась ревела громко выходил ну все я нормально я опять человек это очень было сложно ответственность ну то есть я конечно ее принимают ответственность но до сих пор мне кажется сбрасываю до кого-нибудь ну а ты привела свою мать что я мать но нет но именно поступки своей матери в отношении себя в дальнейшем у меня никогда не было к ней претензий и вообще я в этом отношении у меня мама у мамы самая главная позиция была чтобы дети не мешали не мешая детям и и не мешая чтобы они тебе не мешали и ты им не мешала и я конечно ну до сих пор удивляюсь как она некоторые решения принимала своей жизни отношение к нам восхищаясь до сих пор и ну она удивительный человек мою мама она реально то есть если бы ты с ней встретился ты тоже захотел с ней поговорить потому что ну она конечно очень много говорит много смеется и у нее очень громкий голос похоже мы с ней очень голосово похоже ну в общем мама на и маму поэтому наверное у меня есть песни мама спасибо тебе потому что с мамой я вообще говорю для меня корни это такое все серьезно а мама может неловкость заставить тебя почувствовать сейчас ну редко уже редко раньше вообще легко знаешь типа ну давай давай вставай вставай поем поем чем пою зачем встаем встаем не стесняемся проходили и ты стоишь боже мой зачем в этом месте я кошмар вот это вот было но самое страшное что я точно так же делаю своей дочери а ты с сестрой поговорила о том что пыталась выбраться из-за ее тени конечно мы это все и до сих пор она знаешь что такая важная вещь что моя сестра взяла на себя роль мамы потому что мама всегда отсутствовала и работала и она взяла на себя ответственность за меня и психолог не знаю и книжки почитать и вот песни попить и вот танцы и как ты выглядишь но почему-то вот это все была моя сестра и я привыкла что надо мной есть контроль понимаешь в чем фишка и поэтому до сих пор я вот эти бразды правления хочу кому-то дать пожалуйста вы теперь рулите мной вы не можете вы не хотите теперь вы тогда вы тоже не хотите и даже с детьми продолжение абсолютно такое же то есть я с ними много времени я в них вкладываюсь но все равно вы пожалуйста вот будьте под контролем чьим-нибудь смотри у тебя главное там ну дети скорее всего на первом месте где-нибудь нет нет сейчас ну ладно я наверное хорошо я сейчас просто расставлю эти перевели твою систему координат но неважно короче ты дети родители семья музыка там еще группы да вот 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 и вот где в этом мире вот в этом тонусе вот миллионов много где все занято уже как найти место мужчине рядом с тобой где вот он будет в этом списке может получать что он уже восьмой как минимум нет тут мне не надо чтобы он был в этом списке не надо чтобы он рядом был у него же свой мир и он сам самодостаточный и он для чего приходит чтобы он же счастливый сам по себе и со мной счастлив и если он со мной счастлив то он сам себе решит на каком он месте есть ему это надо есть ему это не надо будет без места просто находиться в этом во всем понимаешь тут нужно что мы приоритетами то расставляешь приоритет расставления как вот как расставить привези вот смотрю у меня у сына 39 вчера ночью я думаю да ну надо мчать быстрее домой дети же понимаешь я на нервах я переживаю но у меня интервью сегодня с тобой у меня еще встречи я думаю значит так должно быть деляра примет и это не значит что я меньше его люблю нет это значит что он пришел у него своя миссия свои там отношения туда-сюда если я понимаю что мужчине мне хочется быть мужчины значит мужчины со мной есть мужчины а если он не мой узнать что он это не принимает это что же логично чтобы принять меня и мою жизнь если он хочет войти в мою жизнь как мужчина там с большой буквы то он должен поешь у меня есть двое детей один из них сын мужчина в моем роде продолжитель туда-сюда это значит ему внимание не маленькая то есть это огромное количество это принять мою работу это принять то что у меня есть четверо мужиков которые за моей спиной которых я тоже должна как бы обеспечивать работой кормить а это соответственно либо как-то разрулить бизнес и поставить его немножечко и на иначе ну то есть рок-н-ролл это все таки не особо бизнес это больше про рок-н-ролл поэтому это и 17 концертов подряд или еще какие-нибудь вещи которые простроены неверно но я к этому иду и понимаю что когда ну когда он поймет что вот я та женщина которая поет есть у него это же такой дар ну как мне кажется дар я очень счастливая по жизни всегда и мне это слава богу мне кто-то там наградил я реально счастлива что у меня есть дети что у меня есть все у меня гармонически я все мне в гармонии и работы я самореализована и этой конечно всегда денег не хватает сколько бы их не заработал да у меня есть дом у меня есть тачка которые хорошие купил есть собак есть все для того чтобы никоим образом особо не зависеть от мужчины мужчине остается только одно быть счастливым рядом со мной делать меня счастливым точнее даже так не мешать мне быть счастливой помогать мне ежедневно ощущать эту радость и напоминать мне что эй белка пойдем посидим винца попьем но только это должно быть с юмором и с добром конечно то есть он должен делать тебя спокойно он не должен но мне ничего не нужно это важно просто я хочу чтобы и мужчина это тоже понимал единственное что ну наверное слова для меня должен был бы это ощущение ну за сильной спиной да и уверенности в завтрашнем дне и что слово мужское это закон вы для меня это очень и чувство юмора безусловно без чувства юмора вообще никак и потому что я должна смеяться я вообще редко за меня за последнее время поняла так я забыл как мой смешку знаешь история только надо проработать чё-то на одну минуту засекла и просто тупо смеюсь это ужасно минуту смеяться ни на чем я умею а потом тренируешься если ежедневно смеешься минуту потом вдруг понимаешь что у смеху пришел это уже даже на дурацкой шуткой смеешься я просто сторонник вот этой истории что типа с веселыми мужиками смеешь смеешь смеешься и раз ты уже с ним в постели тоже похоже могу согласиться на ну то есть мне не так важно например внешний облаке риск облик сколько остроумия я остроумных мужиков очередь вот прямо остроумие и в принципе о выстрел люблю чтобы я восхищалась вот это вот ощущение иначе ну как бы дело мужчину восхищаться его женщины на сцене да ну то есть как хорошо поет какие песни пишет а какая мама а готовит так вот это все я могу нору немножечко конечно бывает где-то там перегибы но в целом могу соответственно моя задача восхищаться мужчины как он умеет зарабатывать деньги как он умеет ловко это все отстраивать хлестка отвечать и чувствовать себя за каменной стеной идти вперед а как находить новые вызовы для группы мураками новые вызовы я всегда их нахожу всегда но сиям мне всегда интересно поработать с новым человеком мне очень нравится находить новых музыкальных продюсеров я очень люблю их так много талантливых людей они же по-другому музыку воспринимают на украине в украине в украине например удивительные уши у людей то есть когда мы прописали альбом моя там очень интересные они по-другому слышно мой взгляд но я не знаю почему здесь наверное сейчас тоже такие есть но это было давно когда мы писали альбом моя и мне нравится мне прям реально я прямо кайфую от того что вот я сейчас даже поиски какой-нибудь очередного чё где поработать с кем раилю показывал мне вот это вот все время ты знаешь их ценник работать каждый раз вот кататься в поезде чтобы отбить альбом в поезде бы в автобусе плацкарта ладно существует плацкарт ну отказались все категорически еще ну лет 10 целиком да как это кстати ехать в купе с мужчинами которые ноги этим олега гораздо страшнее когда они отдохнули накануне и вот ты сидишь как-то надо и храп быстренько закончить как-то надо закончить но сейчас видишь нас четверо поэтому они в своем купе мы девочками админом там директор есть ей в своем поэтому два кукла а им приходилось вот понимать вот не все же мужчины готовы к женской физиологии до сих пор не могут понять вот раил вот мы вчера с ним едем в автобусе беседу беседу я говорю раил понимаешь я женщина тембур я просто слабые так получилось давай сделаем тур по весне чтоб сать городов было я пока не готова я чувствую что мое внутреннее состояние да я знаю что мы это можем но я чувствую что я еще не дал ну чуть чуть не надо потому что мы каждый весна осень мураками в туре вне зависимости пандемии не пандемии вот спроси ну и за этом группу большинство по осени в этом году проселы мы как ездили так и едем как бременский музыка а что нашла вот анна грин по-моему в асхале что ты нашел почему-то решила не до испеть песню смотри мы с лу давно переписывались о том что как бы надо бы на нашествие строить и что на какими дуэти меня была за но я очень хотя потому что я скучаю по второму голосу женскому вокалу тоже всегда сестра рядом и мне хотелось какой-нибудь дуэтик сделать женский у меня был еще и мужской мы вы даже записали в этом году не вышел выйдет нет но я не знаю тут знаешь как он записан сделан саранжирован сведен от мастерингован все ну надо по рукам бить до начала понимаешь это тоже важный момент и вроде как всем казалось все договорились на там какие-то свои тёрчки ну посмотрим это же значит не не время ну ладно не об этом речь и в общем с аниме встретились все абсолютно случайно произошло прям быстро я очень люблю когда идет поток и ты успеваешь только схватиться то есть если сломать когда-нибудь а чего-нибудь вот так это происходило и тут значит а не мне директор будет я город что там у нас вообще ну надо дуэт какой-нибудь бахнуть кстати интересно нет нет позже был дуэт мужской мы позже вы записали мы его летом а с аниме записали весной да и она мне говорит вот давай саней познакомься вот есть такая отправляет не инстаграм я говорю это чё там за секси шмакси такая а я очень сильно как я уже говорю важно для меня чтобы девушка в роке оставалась девушка чтобы я смотрела на фотку и понимал классно прям нормально все выглядит и тут вдруг мне говорят что-то рок коллектив я ласкала группу не знал а еще я очень люблю латиноамериканские танцы и люблю латину и мне говорят это латино рок мог как-то они там называют правильно и скачу какая латино урок смотрю инсту значит она такая все шеи секси шмакси да так надо послушать не могу сказать что мне все песни близки но моя дочь зацепилась за две песни которые мы вынуждены были слушать в машине потому что она ну если есть что-то понравилось то мы слушаем и вот значит я эти песни две слушаю там в течение недели наверное гурлан давай спишемся поспробуем ну как бы посмотрим насколько она пойдет на контакт проходит день мне дают ее номер я и пишу она мне тут же о классно приведите ляра бла-бла-бла-бла очень абсолютно простая вообще не думали круто ну то есть я люблю когда человек общается на моем языке когда мы с ним на одном плоскости все классом очень быстро я говорю вот такая песня у меня вот такая суши у нас у нас тут песня скоро выйдет можно ее в дуэт есть хочешь понравится тебе и отправляет не прикинь значит уже саранжирован сделано все осталось только спеть хочется как-то записать чтобы именно дуэт был ну ладно тогда мы выпускаем очень быстро очень быстро все решаем это к ну ладно тогда надо написать песню раз она такая быстрая и садимся строили я бы на песню такую чтобы она вот прямо сподвигала на тусовки охота чтобы все очень быстро прямо написали куплет припев она на 2 2 куплета потом вот мы и полгода и и ковыряли с аранжировками это было прям жесть нету тональность я прихожу записывать вокал не ребятам ну какая-то лажа надо и переделать меня ненавидели все мне кажется группа ласкала тоже мои в один момент в итоге все получилось спустя 10 лет группа мураками на первом месте в чартовой дюжине снова знаешь как тяжело быть когда ты пишешь песню и ну вот это уж наверно зайдет в чартовую дюжину какое-то место нам дадут хоть начав кайф туда приходить уже как вот на работу не на работу она как вот в родной дом у тебя там если вот открыть ютубчик и вбить твои интервью то что пять шесть семь восемь там это из нашего радио интервью твои с эфиров их наше радио это место где ты понимаешь что и коллектив и люди и пусть они даже меняются но это люди которые ну любят живой звук они ценят артиста не за то что он рот открывает или делает вида сейчас слава богу есть популярной музыки наконец-то я могу сказать что реально есть музыканты даже популярной музыки попа все которые сами создают и пишут и я наверно ближе к рок-н-роллу вот рок-н-ролл щеки на нашем радио я их чувствую и да мне нравится на мне нравится там чувствовать себя как дома и на нашествие мне нравится выходить но то что он среди вот этих там же некоторые артисты тут как это то паноптику до старых гердунов не в обиду им конечно но это так вот звучит иногда критика же причем у нас раиль когда встретился с каспаряном он он у нас руки аж тряслись он был счастливый георги и раизе вы не боитесь тому что то что станете что через тридцать лет и будет в очередной раз вот мурака меч почему нет ну как бы я не против же ну как мне классно я не да ты знаешь это момент когда огромный бугай подходит к тебе и говорит я вырос на ваших песнях и ты в этот момент так малыш тебе сколько лет а да мне тоже уже не явно не столько же сколько тебе а ты еще продолжаешь с ним заигрывать и флиртовать подкатывают бывает ну большинство не решается же почему но это нужно быть на на гусь второе счастье а в 17 лет тем более привет нет это бывает нет бывает бывает мальчишки которые юные ну как бы на они все равно побаиваются ну как-то еще одна дома одна и два спиногрыза эй мама ты приехала есть есть но как большинство мужчин все равно не решается на шаг потому что они нормальный мужчина уже увидит пришел увидел победил а то какой пришел увидел нужно ли такая победа мне победу сюда нужно потом потянешь не да 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 вот это с этим тоже конечно да и планы никогда просто хочешь победить я победил а дальше сам такой тоже в моей жизни было на было когда например ну там мужчины прям им было важно победить именно чтобы занять первое место в отличие от моей работы там и детей или еще что то есть какие-то разные ситуации были почему-то мне все на когда начинает со мной находиться рядом все почему-то хотят меня сразу в жены штамп печать можно отправлять типа знаешь на думают что если они станут моим мужем да то значит имеет право ну как бы тот сам не работает я очень свободолюбивый человек и люблю приключения путешествия ярко жить у меня есть правила свои их немало и у него сформирован быт и в этой ситуации ты либо присоединяешься к этому ну либо либо как-то идешь своей дорогой а чужие дети если мужчина я очень люблю детей спокойно я наш так получилось что у ну были в моей жизни мужчине у которого были чужие дети я да есть не поддерживаю когда даже самое смешное уже мужчин давно на горизонте нет ничего а я все на периодически смотрю живы здоровы все хорошо то есть внутренняя ответственность до сих пор осталось потому что ты ну вот я так я маму я знаю что я мама и когда родила я в шоке было что я мать из мамы почему ты не сказал что я мать ну то есть с большой буквы я прям прочухала это вот всем телом что я мать вселенная земля был момент когда-то вот такая типа я мать я не все могу нет я мать я все могу но я реву вот это было ну то есть для детей я все могу я могу признать что я была не права мне не сложно извиниться за свое поведение но в целом я мать я все могу ну я в принципе всемогущая потому что я сына родила но это очень странное чувство потому что когда я родила первую дочь у меня было счастье безграничное у меня даже и на филиция с переводе счастье когда я родила сына я поняла что всемогущая женщина вдруг родила другой по мужчину это очень какая-то короче вот но в моем теле в моей голове это абсолютно не могу как-то ну это надо наверное для этого быть женщина но мальчиков девочка когда рождается это вот у них также когда у тебя принцесса появляется да ну наверно но как я мужик вдруг девочку сделал да ну вот это вот какая-то странная штука наверно они сразу принцесса становится на финальные вопросы они одни для всех начинаются на мой того же вопрос а сегодняшнего дня плюс 20 лет как ты движет для себя не будет 56 я буду на берегу океан какому-нибудь я так думаю ну потому что зиму я не очень люблю в январе вот конец мне надо чтобы было тепло потому что я и насытиваюсь ней в декабре значит я вот такая сижу тепло простраиваю себе позиции где мне нужно еще проработать себя и я это делаю не для того чтобы кому-то сделать хорошо потому что я хочу быть довольна сама собой а это совершенствование пределы я придумываю где я буду снимать очередное кино может быть даже полнометражный какой-то фильм может быть я буду ставить постановку для дочери если она захочет ну или для родных кого-нибудь кому-нибудь родным я это сделаю ну кому тому кто это ценит или в того кого я верю обязательно у меня очень дала отбивы люди со мной я пишу песни не факт что себе может быть ну наверно еще себе ну я даю концерты когда мне хочется и где мне хочется я сейчас а мужчинка да конечно просто я не назвала смотри я не назвала еще детей не назвала собаку не к тому что я сказала просто что может быть для филиции потому что я вижу что у нее есть желание там быть на сцене но я его пока придерживаю и все-таки математика что было в голове это не знать что они со мной обязательно рядом это если они хотят кто захочет быть рядом он будет радоваться со мной этой жизни я путешествую я точно знаю что мне много друзей и эти друзья разбросаны по миру это сто процентов плюс у моя большая семья но они не обязательно в данный момент со мной рядом просто я сижу на берегу океана и наверное даже где океан встречается с морем потому что мне очень нравится это эта энергия ветерочек дует я такая смотрю и думаю как прекрасная жизнь а если лица придет с чуваком она придет рано и поздно тогда не начнет ходить обычно для мужчин вообще трагедия как это ходит на свидание дочь я имею ввиду что если она придет и там будет чувак с которым вот поймешь что он так себе мудак так я и ну я скажу ты точно понимаю что ты хочешь если ты понимаешь отличный не вопрос самое главное что я сейчас делаю воспитываю в дочери с рождения я все время спрашиваю что ты хочешь потому что я не знала очень долго чего я хочу я до сих пор не знаю какого бы я хотела например с собой ряда мужчин до последнего я этого не знала мне кажется что я сейчас знаю вот сейчас он сформировал мне семь из два пункта написала дальше сидела на это год потратила я думаю вот такое должен быть когда я получил по пунктам все я подумал блин сто надо было написать дура понимаешь и до сих пор не знаю как я люблю яичницу есть это как избежавший невесты я до сих пор думаю слава богу я определил что я не люблю мясо мне надо прожить столько жизни огромную чтобы понять что я его них мое тело не хочет его есть зачем ты его ешь если ты не хочешь типа все же едят мясо так важно там туда-сюда это раньше бы прям вот так я с детства спрашиваю что ты хочешь чай или там сок хочешь заниматься этим или этим и поэтому моя дочь в отличие от меня быстрее делает заказ в ресторане в разы быстрее а я сижу и думаю чего же я хочу и я почти уверен что то же самое с мужчиной будет она сразу поймет чего она хочет что ей подходит а что нет а если сын придет дура дура ну я буду нее учиться почему потому что я считаю что это так прекрасно жить на свете дуре потому что дуре гораздо легче и она гораздо счастливее чаще бывает потому что она не задумывается о таком количестве вещей как и таком большом мусоре который есть моей голове и вот этот мусор мне надо каждый день разгребать и не надо прикинь и я пойму что мой сын устала разгребать мой мусор и значит я на него слишком много навешано тех качеств которые не должны быть наверно поэтому он выберет себе дура противоположность меня ну я себя не считаю таковой иногда иногда я себе называю смайл рука лицо это точно про меня хотя у меня есть дурацкая подруга и вот она может мне ты че дура вот это вообще частый у нее вопрос по отношению ко мне я говорю нет но иногда сомневаюсь в ответе у меня вопрос от друзей это рубрика вот и где вы берете такие платьяшко вот это платье я купила в воронеже у меня было четыре минуты в новый год я поняла что у нас традиция мама всегда всю свою жизнь говорила где бы вы не праздновали новый год в 12 вы должны быть красивые в новом платье накрашены все таки даже если дома у меня был момент когда я родила была в платье кормила уснула но накрашенная пропустила новый год но при параде и в этом году я понимаю что я празднуют свой новый год в воронеже у меня нет платья что делать я забегаю магазин не мере смотрю как женщина 30 минут уже явно или больше стоит и выбирается вида ну вот вот это мне если не подойдет верну вернете девушка вообще не поняла может вы померите у меня нет времени четыре минуты мне нужно было быстро заплатить взять его я иду ну наверно подойдет поэтому но есть который просто я вот в интернете нахожу вот это подойдет я это был наверно момент когда я решила что я все-таки девушка я очень долго в этом внутри себя сомневалась потому что мне казалось что я я был даже ником сибаба я огонь вот такая должна быть и образ у меня был похожи да ну то есть я в джинсах штанах такая карина значит девушка если особенно раньше посмотреть вот видосы она значит вся такая красивая с выпрямыми волосами накрашена а я такая панк такой знаешь пинг-панк когда карина ушла со сцены я вдруг осознала что у меня нет для выравнивания этой гармонии внутри коллектива женской энергии не хватает и я поняла что на платье окей матер и все и после этого в основном и на концерт выхожу в платье карин помогает карина и софья это те которым я про лет ну чё берем иногда даже без здравствуй без привета можно нет ну так нравится это вот если мне нравится я не буду спрашивать это я не спрашивал никого я просто взял потому что нормально мне зайдет ну как мне тогда показал хотя я потом новый год наделась стояла смотрел и даже в зеркало не посмотрел мне там в окне и потому что я была белка и я такая думаю софья как раз прилетела ко мне я говорю ну чё платье-то норм вообще нормально как ты как молодец хорошо купила вообще удобно то есть даже вот ее глазами я себя увидела как вот происходит в этот момент когда у всех девушек наверное происходит я так думаю у меня нет такого опыта я мальчик все-таки когда ты перестаешь быть пацанкой ты становишься именно вот открываешь себе вот эту свою женственность как это происходит но у меня наверное когда я родила нет раньше может быть наверное когда ты встречаешь настоящий мужчина наверное и в этот момент ты понимаешь что можно уже снять цепи оковы джинсы а потом ты понимаешь что с настоящим мужчиной ты можешь и джинсы надеть и чувствовать себя настоящей женщиной вот наверное вот это мне необходимо чувствовать и понимать что ты настоящий женщин а вот образ ну внешне который ты строишь медийный да вот здесь живут диляра вагапу а есть вот для рвага домашнего этого не все говорят мне очень многие говорят что диляра вагапа пишется большими буквами слитно это одна личность а есть ну диляра дилярка как угодно но то есть есть тот человек который например я в жизни почти не крашусь для меня очень важно накраситься не для того чтобы я чувствовал себя такой красотка там еще не в этом дело не важно надеть образ диляра вагаповой той которая ведет за собой толпу а диляра она не не должна никого за собой вести она не может не вести никому она может лежать себе и смотреть телевизор на ребенка в садик даже его может не повезти есть не хочет потому что мы можем вместе лечь и играть sony playstation или просто устоять выходной потому что так захотелось и мы никому ничего не должны если там и другой момент если я одна то да я могу но то есть я своим детям конечно я должна это я принимаю понимаю не финальный вопрос он как раз из интервью с дарьей он появился там к сожалению за год он так и не оброс вот знаешь ни в одну форму не так не получилось меня собрать чтобы он звучал нормально поэтому будет также как так тогда там интервью прозвучал прозвучит и здесь ты на своем месте ты счастлива я так счастлива позже я знаешь вот этот момент когда ты просыпаешься утром может ты не знаешь где ты находишься сегодня я проснулась испугалась потому что мы приехали ночью там я могу вспомнить даже каком городе еще что-то но первые вот это вот ты понимаешь что ты проснулся и ты уже от этого счастлив это очень крутое чувство я узнала что не у всех она есть реально кассу большинства людей нет я недавно разговаривал для меня это было большим открытием так вот я счастлива уже от того что я есть в этом мире это первое на своем ли я месте сейчас я думаю что на своем а завтра может быть я буду не на этом месте а другом и там будет тоже мое место вне зависимости где бы я не находилась там мое место потому что я там проснулась ну и я в той области в которой я так решила это мое решение я ни на кого его не перекладываю и сегодня я в музыке значит я здесь нужнее и если мне дальше поведет я вдруг опять проснусь и решу что нет я должна снять кино или как это было должна написать книгу мне же было прямо внутреннее ответственность то я должна написать уж я очень скучал под очередь там туда-сюда книга не вышла она лежит написанная но она не сделана до конца на не придет там сам факт внутри себя я поняла что я сейчас должна быть на месте автора почему тоже так решим это мое решение значит так и должно быть я счастлива спасибо что пришло спасибо что позвала